Потерпают сейчас украинское мирное население, мирные населенные пункты, в том числе Херсонская область и сам город Херсон. В Херсонской области из-за российских ударов погибли двое мирных граждан. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин. К нашему эфиру присоединяется руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Александр, приветствуем вас. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее о последних нескольких днях в Херсоне и Херсонской области. Враг продолжает обстреливать, это известно. И буквально наш предыдущий спикер Сергей Брачук из Одессы сказал, что ощущение, как будто не 24 на 7 обстреливают, а 25 на 8. Ну да, у нас здесь, в самом Херсоне, я знаю, насколько Брачук с Одессой. Он, наверное, и не так. Он как раз имел в виду запорожское-херсонское направление. Я понял. Ну, здесь у нас действительно так и есть. 377 снарядов за прошлые сутки было выпущено россиянами по территории освобожденной Херсонщины, правобережной. Это 78 раз они обстреливали, били с разного типа вооружения. Это и танки, и БПЛА, и РЗСВ, минометы. Вчера золотая балка, понятолка, были обстрелены, там были ранены женщины приблизительно по 70 лет. Также был сброс с дрона двух предметов, ну, вероятнее всего, мин, на человека, 33-летнего мужчину, который шел по улице с оборотом, с его населенного пункта, Нова-Береслава. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте, еще до приезда в Медико. Также из банка обстреливали тоже Береславский район, точнее, Казацкая, это Варховская громада. Там погибл один человек, ранена еще одна женщина, ее доставлено было в больницу. Вот такая ситуация здесь была с оживлением. Александр, скажите, враг бьет цели направлены по каким-то целям, да, будь то гражданские, либо просто, вот, как, не знаю, пристреливается при ротациях, испытывает оружие, просто стреляет для того, чтобы уничтожать Херсон, Херсонскую область? Ну, по-разному бывает, на самом деле, сложно процедить какую-то логику в их действиях, хотя логика, она очень часто видна, когда они бьют именно по больницам, по детским садикам, по скоплению коммунальных служб, ну, работников коммунальных служб, которые работают там для того, чтобы привести в порядок территорию того же Херсона. Там есть места, проспекты, центральные, которые просматриваются с левого берега, и видно, когда люди выходят, видно, что это не военные, они могут видеть этот бинокль, те же самые. И когда они обстреливают именно эти скопления, то нет никаких скопления таких людей, нет никаких сомнений в том, что они просто хотят максимальное количество жертв с помощью этих обстрелов в связи с именно мирных людей. Да, понятное дело, что психологическое давление – это тоже часть того террора, который распространяют сегодня оккупанты. Стали появляться сообщения, согласно которым жители Херсона и Херсонщины получают в различного рода социальных сетях сообщения от российских ботов. А там угрозы. Александр, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Да, я тоже видел эти сообщения на левом берегу, которые рассылают. Ну, я хочу сказать, что, по моему мнению, уровень непосредственной разведки, информационной в том числе, ну, я имею в виду просматривание каналов и все остальное, в Украине намного выше, чем там. И люди, которые живут на левом бережье, постоянно сталкиваются с проверками телефонов. Но, насколько я слышал, не слышал пока какого-то сообщения о том, что они могли дистанционно читать сообщения, прислушивать. Вот. Поэтому, получая такие сообщения, естественно, люди, как бы какие-то там пожилые люди пугаются этого. Ну, в основном люди держатся, право-гоински настроено их большинство, конечно же, на территории Херсойщины. Сомнений в этом нет. Окупанты переживают, склады взрываются, продолжают взрывались. Единственное, что, конечно, есть нюансы по левом бережье, то, что они сейчас планируют открывать школы, планируют детей наших, сомнских, на левом бережье везти в школу, в те школы, которые находятся в той же самой 30-километровой зоне. Это подвергает их большой опасности, потому как они таким образом хотят прикрыться от обстрелов ЗСУ, вооруженных сил Украины. И мы это понимаем. К сожалению, они не жалеют детей. И это как бы убивают здесь постоянно. И там тоже ими прикрываются. К сожалению, это такая реальность. Ну, прикрываться с детьми, мы уже поняли, еще с 2014 года. Это у них тактика такая. Кстати, по поводу обучения в Херсоне. Правда ли, что обучение в херсонских школах будет проводиться исключительно онлайн? Так точно. Только онлайн. В этом году будет даже чуть больше учеников на 2068-500 детей. Будет учиться только дистанционно, конечно же, потому как у нас не позволяет безопасность. Обеспечить мы не можем для детей безопасность. Но в школах уже сейчас ведутся работы по восстановлению, а также по обустройству укрытий для того, чтобы, как только мы освободим Белобережье, дети могли учиться уже по стандартам, чтобы было укрытие на всяких случаях. Потому что мы понимаем, что для них ничего святого нету. Они по школе могут ударить в любом моменте, по-любому. Александр, как обстоят дела с вскрытием коллаборантов? Постоянно, постоянно в этом направлении идет работа. Очень много работы сделано в раздельными органами, с службой беспеки. Поэтому каждый день мы получаем новые-новые новости о подозрении, о судебных решениях. Поэтому чистится не только правый берег, а обручается и идет работа и по левому виду. Александр, спасибо большое. Спасибо за предоставленную информацию. Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, к нашему эфиру присоединялся. Спасибо. Всего доброго.